Дорогие мои, привет! Я очень рада видеть вас у себя на канале, и этот месяц будет посвящен минимализму косметики и парфюмерии. Я решила снять целых, ну вот как минимум два видео на эту тему. В этом ролике хочу вам рассказать про свою косметичку, каждый день которой я пользуюсь. Косметики там немного, но для меня важно донести не просто какими продуктами я пользуюсь, но именно принцип, по которому я подбираю косметику на каждый день, чтобы получилась такая классная рабочая косметичка, которая просто в любой непонятной ситуации будет на вас отрабатывать. И в конце этого ролика объявлю победителей прошлого видео. Я возобновила традицию с подарками, очень их люблю делать, поэтому досмотрите, пожалуйста, этот ролик до конца. Там, собственно, будут условия, если кто-то за вас захочет под этим видео поучаствовать. Там кот спит в корзиночке. Да, я его специально поставила. Сейчас покажу. Вообще-то он спал. Потом, если второй придет, его тоже достану. Ну все, назад положил. Это Мурчик. Вы такие классные зрители, я вас так люблю. Вы уже знаете имена моих котов, понимаете, насколько мы уже с вами близки. Вот. Единственное, что, смотрите, сейчас вышел закон о рекламе, в соответствии с которым я обязана ставить какие-то маркировки. В общем, вот эти продукты, которые я показываю, я покупала все сама в своей косметичке. Это не реклама вообще. Поэтому, если что-то там будет, какое-то рекламное обзорное, я обязательно все это промаркирую. Это будет уже необходимо. А так все, как бы, вот это все куплено за свой счет. Это иногда будет громко греметь. В общем, косметику я сейчас организовала, вот, видно, не видно, так видно, так не видно, в такую маленькую коробочку из-под свечек. Раньше у меня косметика была в таком большом закрытом кейсе. Сейчас я все это минимизировала, просто уменьшила до минимума. Ну, у меня получается. И микрофон просто рядом. Так, и отдельно пудра еще. Итак, начнем. По какому принципу? Во-первых, я это все организовала. Во-первых, чтобы это все было вертикально. То есть вертикальное максимальное хранение, которое мне позволит сделать так, чтобы каждый косметический продукт был на виду. Я таким образом очень круто регулирую скорость нанесения макияжа. Я встаю очень рано, где-то полшестого в шесть, и у меня времени на макияж нет от слова совсем. Поэтому я вот сейчас пришла в результате там многолетних каких-то постоянных поисков организаций вот к такому вот способу. Это железная такая коробочка, там свечки нам дарили в ней. Она идеально вписывается, такая зелененькая, в интерьер. Я, правда, уже не оттирается. Вот. Здесь уже дальше стоит прозрачный такой органайзер. И в нем тоже вертикальная косметика. О минусах такого хранения тоже сейчас скажу. Первое, то есть это организация косметички. Для меня важно, чтобы вся косметика была на виду, чтобы я все видела. Кисточки, простите, они не гипер прям чистые, потому что я только что этим всем красилась перед видео. То есть это такой важный момент. Я не могу его упускать ни в коем случае. Потому что, когда мы говорим о косметике на каждый день, важно прежде всего сказать, как это будет лежать просто. Вот. То есть все палетки, вот она, все это расположено вертикально для того, чтобы было просто максимально удобно и быстро все это достать. Минусы такого хранения в том, что, когда я достаю вот тон, у меня может левая часть, где там всякие карандашики расположены, просто свалиться и упасть. То есть, по идее, туда можно еще одну какую-то коробочку поставить. Так, я начну с пудры. Она у меня стоит отдельно просто. И она вот такая вот красивенькая. Это для меня такой важный продукт в косметичке, потому что пудра должна не просто хорошо фиксировать макияж, она должна действительно давать такой эффект фотошопа. И для меня важно, чтобы пудра отрабатывала как на каждый день, так и чтобы я могла использовать этот продукт для выхода, например, когда мне нужно сделать вечерний макияж. В общем, сейчас у меня вот такая вот. Это гирлен. Я ее ни в одном видео еще не показывала. Ну, начну хотя бы с чего-то новенького. Скажите, что я тоже показываю каждый раз. На самом деле, это очень-очень удачный продукт. То есть, принцип этого ролика в том, что не всегда средства в косметичке должны быть какие-то гипердешевые или гипердорогостоящие. Итак, при подборе косметических продуктов я всегда учитываю такой аспект, как соотношение не просто цены и качества, но и объема продуктов и упаковки. Вот этому меня уже научил такой многолетний опыт работы визажа. Потому что зачастую упаковка действительно играет важную роль. Если спираетесь с утра, как я, часто косметика просто из рук падает, иногда что-то бьется, портится и так далее. Тогда на упаковку нужно обратить особое внимание. Иначе одно и то же средство придется перепрессовывать 100-500 раз или просто 100-500 раз перепокупать из-за того, что просто бьется упаковка или продукт в ней постоянно каким-то образом вылетает. Это важный такой аспект. Второй момент – это соотношение цены и объема продукта. Сейчас я пришла к тому, что просто не всегда набираю то, что вы знаете, прям много, чтобы было продукта именно, чтобы максимально прям цену за грамм высчитывать. В каких случаях я высчитываю цену за грамм? Первое. Если я постоянно пользуюсь этим средством, каждый день практически, если мне это средство очень сильно нравится, я понимаю, что оно у меня скоро закончится. К чему я это сказала? К тому, что вот пудра, как раз хорошая, качественная, это именно для меня вот такой продукт. Я ей пользуюсь постоянно, просто каждый день практически, с заключением тех дней, когда я вообще макияж не наношу. То есть для меня пудра очень важна и для меня важно, чтобы ее было просто много. До этого я постоянно пользовалась пудрой-бронзером от Шарлотты и под глазами добивала пудру от Сеслей рассыпчатую. Она тогда, кстати, была очень дорогостоящая, но огромная просто банка, ее хватило на много-много лет. Эту пудру мне подарили друзья. И мне эта пудра очень сильно понравилась. Я захотела показать в обзоре, соответственно, мне нужно было узнать соотношение цены, объема и так далее. Я удивилась то, что 3 с небольшим тысячи за целых 20 грамм продукта. То есть ее здесь реально много. Учитывая то, что я пудрой пользуюсь просто постоянно, для меня это идеально. Вообще абсолютно история получилась. Потому что, кстати, как вариант, есть более бюджетные пудры, которые стоят чуть дешевле, но их в разы просто меньше. Я понимаю то, что она у меня вот буквально закончится сейчас. И получается мне потом это все перепокупать, кстати, нужно будет. То есть не такая уж и вроде выгодная покупка. А здесь просто роскошнейшая упаковка. Будет очень громко. Упаковкой я не пользуюсь. Я переворачиваю сначала, перед тем, как использовать чуть-чуть. С нее очень удобно кисточкой набирать пудру и переносить ее на лицо. Выглядит потрясающе. Запах просто какой-то невероятный. То есть, если есть возможность... Она, кстати, продается. Видите, мне еще девочки писали потом. Я ее уже в запретограмм выкладывала, рассказывала. Вот, они писали о том, что она еще бывает с очень хорошими скидками. Это, по-моему, в Ревгош. Что-то до 3000 можно купить. И вроде, знаете, вот, если вы такой же тоже товарищ, который обожает пудру, как я, и использует ее постоянно. Но я не люблю, чтобы у меня их прям гипермного было. Потому что это долго... Я ненавижу от с утра долго краситься просто. Я не могу себя мотивировать на это дело. Поэтому вот такая история для меня идеальнейший вариант. Так что присмотритесь. Если же пудрой пользуетесь там изредка, не часто, там раз в неделю, тогда может действительно иметь смысл взять тоже ту, которая вам нравится, в хорошей качественной упаковке. Чтобы все это не билось, не трескалось. Если у вас она регулярно падает из рук. Если у вас это стационарно, стабильно просто расположено. Вы не хотите тратиться на пудру, пользуетесь ей редко. То, пожалуйста, довольно-таки много классных бюджетных историй. Для меня принцип построения косметички, это чтобы все продукты максимально друг с другом сочетались. Это такой конструктор, чтобы я могла сделать макияж с утра на день, на вечер. Если мне еще куда-то вечером поехать при необходимости. Тональную основу я вам показывала в одном из предыдущих роликов, где рассказывала про свою любимую косметику по доступной цене в очень-очень красивой упаковке. Это бюджетное тональное средство от корейской марки ENOUGH. И какой же оно классный. Этот тон будет немножечко по-разному смотреться, в зависимости от техники нанесения. То есть у меня всегда в косметичке лежит вот такой вот спонжик. Мягкий, ему уже 100-500 лет. Вообще это бьюти-блендер оригинальный черный. При нанесении с моченным вот таким вот отжатым спонжем получается безумно красивое покрытие. Просто. Я раньше покупала самые дорогие тона, просто самые закупала в кейс. И сейчас понимаю то, что настолько семимильными шагами бюджетная косметика, особенно корейская, шагнула вперед, что там в пределах 600 рублей можно взять вот такой тон объемом 100 грамм продукта. То есть это очень много. Или вообще сотка. Обычно 30-ка идет объемом стандартный. И пользоваться, и радоваться. Единственное, что прям если ну очень сильная жирная кожа, он может мне понравиться. А так абсолютно универсальное средство. И для меня важно, чтобы кожа чувствовала себя комфортно. Ну, когда тебе уже с 30 хвостиком, у меня кожа не какая-то гипер жирная. Ну, нормальную кожу, будем так считать. Но если я наношу на нее тональную основу, которая довольно-таки стойкая, иссушающая, то, во-первых, в жизни она читается на коже, мне это не надо. Вот, она недостаточно может там перекрыть. Это круто перекрывает, увлажняет. В течение дня для меня это важно. Она неплохо на мне вообще держится абсолютно. То есть вечером я потом все-таки пудры фиксирую, проблем никаких не возникает. И это вот такая тема, которая всегда в моей косметичке. То есть она у меня уже заканчивается. И дальше я понимаю то, что, ну, сны больше вероятности. Я тоже куплю тон от корейского бренда Enough. Они у них там разные есть. Просто этот Beach Gold очень красивые в упаковочке. И консилер также. Что для меня важно, чтобы продукт хорошо увлажнял, но в нем было много пигмента. Чтобы он хорошо перекрывал все нюансы. Потому что, во-первых, мне не надо ничего наслаивать в тот 500 раз. Я быстро нанесла продукт и побежала. Он у меня просто перекрыл все, что нужно, но при этом он не везен на коже. Вот по такому же принципу работает вот этот вот корейский консилер тоже марка Enough. Коллаген. Это оттенок 02. На зиму, наверное, чуть посветлее возьму. Он у меня всегда в косметичке. Просто тем более красивая упаковка. Просто его поставила в коробочку и все стоит радует. Будем дальше идти по кремовым продуктам. Дальше кремовый скульптор от Наташи Шик в оттенке 02. На самом деле у меня почти закончился жидкий. Но он просто нереально быстро и круто помогает сделать макияж. Я уже в одном из прошлых роликов показывала, как я вообще без тональной основы делаю им макияж на каждый день, на лето, на любое время года. Он фиксируется, потом держится долго, прям спонжиком. Получается, ты нанес консилер, чуть-чуть корректора, можно чуть-чуть припудрить. Все, у тебя макияж, уже тон роскошный и готов. Больше ничего гипер делать не надо. И у тебя уже есть коррекция. То есть, в принципе, можно. Потом дальше покажу. Сначала полностью протонировать кожу тоном, консилером. И уже дальше, например, после фиксации нанести бронзер, дополнительные коррекции. Если время очень сильно ограничено и не хочется тихий продукт особо использовать, то вот, пожалуйста, в помощь вот такое классное средство. Оно у меня закончилось, но я его решила показать, потому что оно мне все еще болтается на случай, когда мне нужно очень быстро собраться. У нас там кремовенькая. Кремовый скульптор от Наташи Шик в оттенке 04. Просто нереально крутой вообще оттенок. Он безумно красивый, он очень сложный. Он еще тепловатый такой. При этом он действительно хорошо скульптурирует. То есть, он дает классную такую красивую тень. При этом она такая тепловатая. Кожа выглядит очень отдохнувшей, загорелой, красивой. У меня потом каждый раз собирают комплименты, вот когда я с этим скульптором. Обратите внимание, особенно если на съемки. Потому что, что для меня важно, чтобы продукт хорошо, опять же, перекрывал, в нем было много пигмента, чтобы с ним было легко работать. И таким образом, я могу с утра нанести этот кремовый скульптор. Если знаю, что у меня дальше какие-то съемочные будут истории, могу также нанести его перед съемками. А могу с утра просто вместо тона спонжиком быстренько нанести скульптор. Чуть консилером вот эту часть подкорректировать там синички. И все побежало. У тебя готовый тон лица. В целом, это очень крутая находка для тех, кто любит кремовую текстуру, для тех, кто хочет быстро и красиво сделать макияж. Вот в моей косметичке вот это всегда присутствует. Потому что, в принципе, я одним продуктом могу полностью все вот тут сделать. Вот здесь проработать им свое набрягшее веко. Вот. Чуть-чуть консилера нанести на части лица, как правило, вокруг носа и синячки перекрыть. Все, у тебя тон уже готов. И зафиксировать пудрой. Нормально. Я тут пока снимаю. Он спит. Мурочка. Опа. Две зайча лапы. Пушистый хвост. Вот таким он. Очень сонный малыш. Очень. Верну его назад в корзиночку. Далее. У меня, на самом деле, в косметичке до сих пор, сколько лет прошло, вот такая вот ужасная история лежит. Короче, когда-то были классные очень кремовые корректоры от Maybelline. Их потом почему-то сняли по каким-то причинам. Неизвестно мне. У меня упаковка разбилась. Я переложила рефилы в упаковку из-под тоже разбитого ребенком. Хайлайтера от Joy. Вот. И вот эта история у меня иногда нужна, когда нужно сделать текстуру более плотной и добавить чуть более светлого оттенка. Вот сколько лет прошло, я их регулярно дезинфицирую. Просто классная тема. Но, к сожалению, сняли. Я не знаю, где сейчас найти. Нельзя так просто было взять и не рассказать. Дальше. Так, буду просто громко показывать. С краешка у меня вот тут лежит керлер для ресничек, чтобы можно было быстренько его достать. Тут с краю у меня расположены тоже помады, которые я использую либо часто, либо редко на съемки. Вот тут получается как раз такой промежуток между вот этим органайзером. Это, кстати, органайзер из FixPrice. Он уже просто не оттирается. Я уже даже пустомойки мыла 150 раз. Он очень сильно удобный. Он был с выдвижным таким ящичком. Я вот вытащила этот ящик. У меня дочка в него что-то складывает. Вот сюда вот затолкала его вертикально. Вот в такую вот коробочку с подсвечей. Тоже словно к теме организации. Вот. Помады. У меня сейчас чаще всего... Раньше, знаете, какой пользовалась? Она у меня просто закончилась. Так не нашла на нее аналог. Говорят, ушек есть похожее. Никс Вабидол. Просто потрясающий вообще оттенок. Мой был самый любимый. Ну, короче, его сняли уже. Это Эстраде Мат Макарон. Оттенок 77. Он чуть такой холодноватый. Я его как бы показывала в одном из прошлых видео. Но помада очень комфортная. Она матовая. В ней немного пигмента. Ее наносишь. Она фиксируется. Фиксируется ненаглухо. 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 То есть она губу не сушит. Вот это прям обожаю вообще в ней. Но оттенок прям холодный. Имейте в виду. Ну, скульптурирующая помада. Вот такая Стеллари оттенок 02. Ничего особенного. Просто классная и хорошая помада. Но иногда хочется ее сюда нанести. В центр губ. Чтобы чуть-чуть их такими попухолее сделать, так сказать. А именно на самом деле самые обычные. Просто я их так крашу. Так что вот ее имейте в виду. Я тоже как и показывала. Так. И немножко запрещенки. Ну, почти запрещенки. Это Шанель. Помада в оттенке Timeless 80. Я помню, кто у меня подписан в запретограмме и в других соцсетях. Даже думала продать одно время. Но потом просто сменила гнев на милость. Поняла то, что это потрясающий просто оттенок. И я не хочу ее никуда отдавать. Я использую ее перед съемками. Когда надо губки сделать более яркими такими. Такой немножечко девочкам в оттенок придать. Либо, например, более красными. Еще очень красивый у Catrice оттенок. Но я преимущественно все-таки пользуюсь больше жидкими помадами. Мне просто именно так удобнее и быстрее почему-то получается. Так что помада лаковая. В принципе, вот если аналогов, аналогов 100% я еще не видела. Но если что, имейте в виду у Catrice 120, по-моему, оттенок обычной классической помады. Тоже очень-очень красивый. Но он больше похож на Шанелевскую. У них была линейка Рушку Кокблум. И там такой был красный и красивый оттенок. Вот там прям практически 100% аналоги. Я уже, кстати, помню это как-то говорила год назад. Ужас, ну я и трепачка кошмара. Только да, косметики поболтать. Остановите меня, если что. Я же так часто могу трепачить. Я говорю про блеск. Блеск это марка Jacobs оттенок Sugar Sugar. Тоже запрещенка. Он у меня давно, он у меня круто прижился. И я его просто обожаю. Он у меня регулярно собирает комплименты. Это такой плампер просто в базовом бежевом оттенке. Таких, кстати, много. Сейчас там можно просто в магнит любой зайти. Какой-нибудь любой плампер взять. Какой-нибудь стеллари. Красивые очень оттенки. Вообще у меня у них колористы нравятся. Диваж прикольненький. Всякие там оттенки разные. Венсабо хорошие сейчас колористы. Очень классные оттенки. То есть можно просто посвочить и посмотреть. Это по сути любой базовый такой блеск, который имеет в себе пигмент. И он такой светленький, бежевый именно. Он чуть-чуть высветляет, делает губы более пухлыми зрительно. И я наношу его стандартно на центральную часть губ вообще. То есть в принципе не обязательно вот это брать. Их потом сняли. И я их люблю очень сильно нежно вообще. Это использую только на себя. Иначе это, мягко говоря, не гигиенично просто получается. Дальше. Реснички клей. Я про все это очень-очень подробно рассказывала. Целых в двух отдельных видео. Какие реснички люблю. Какой клей. Вот если вам нравится вот то, что сейчас у меня на глазах. Про это был целый отдельный ролик. Как себе такие приклеить. Единственное, что сегодня... Короче, изгиб D я так и не заказала. Решила проэкспериментировать. Заказать реснички изгиба C. 13 мм. В принципе нормально, но D лучше. Вот. Они такие немножко полузакрытости получаются. Ну, тоже об этом говорила. Вот у меня реснички всегда здесь лежат. Рядом, под боком. И чтобы я могла всегда их наклеить. Делаю это сейчас очень сильно быстро. Всегда их можно снять. Мне нравится самостоятельно это делать. Поэтому, те, кто тоже заинтересован, призываю прям посмотреть эти видео на канале. Все очень подробно. 100% у вас получится все. Так, дальше. Карандаши. Вот тоже они у меня вертикально. Очень удобно. Я их вижу. Выковырнула. Быстренько достала. И все. Карандашей немного. Основная масса это карандаши для губ. Два карандаша для бровей потемнее, посветлее. И базовый гелевый карандаш в темно-коричневом оттенке. Собственно, он у меня для стрелочки, для проработки межресничного пространства. Это то, что в любой непонятной ситуации отработает просто. И можно сделать и с утра макияж, и на вечер. Ну, в общем, абсолютно как хочешь вообще. То, что хочешь, можно класть. Вот. Начнем с карандаша для глаз. Это Vienso Bo. Оттенок 603. Он у меня уже давно. У него такая прикольная гелевая текстура. И я часто просто... Вот у меня здесь же кисточка такая двусторонняя. Маленькой кисточкой набираю. И прорабатываю так межресничку. Сразу вытягиваю к краям. Получается очень быстро и симпатично. Межресничное пространство. Ну, потому что в любом случае я потом, как правило, растушевываю то, что нарисовала. Поэтому мне проще сразу нарисовать, и все, так быстрее получается. Ну, кому как, опять же. Красивый оттенок, хороший карандашик. И главное, у меня на него нет аллергии, потому что глаза у меня просто гиперчувствительные. Дальше. Карандаши для бровей. Я, по-моему, все это показывала уже. Оттенок 01 от марки DIVAGE уже заканчивается. И оттенок 04 от бренда Vienso Bo. 04 более темный использую для того, чтобы прям прорисовать, дорисовать себе какие-то нюансы более светлые, вот для более центральной части. И, соответственно, еще дальше для того, чтобы немножко скульптурировать бровку. Ну, когда совсем лень, я очень скульптурно тороплюсь. Обычно просто беру светлый, чтобы сильно не заморачиваться. И карандашики для губ. Вот у меня их на самом деле сейчас. Три таких основных. Это более темный и более сероватый. Для того, чтобы прям пухляши сделать при необходимости. Он не гиперстойкий. Хотелось бы, чтобы он более стойким был. Это оттенок 211. Бренд NINEL. Он максимально, кстати, близкий по оттенку к карандашу для бровей. Так что, в принципе, если не хочется на такой тратиться, можно взять карандашик для бровей и попробовать проработать контургуб именно им. Кстати, как круто и красиво накрасить губы. Просто какой-то нереальной кучей секретов. Я уже у себя на канале рассказывала. Переходите, смотрите. Там прям очень щедро. Вы знаете, такое обычно только за большие деньги. Всякие курсы отдают. Все для вас. Заходите. Так. Еще два карандашика. Это более теплый оттенок и более темненький. Это SEVENTEEN STOKEY. Чужуба. Пингтинг оттенок 02. Вот. И более холодный, светлый, тоже гелевый, стойкий. 07 VENSABO или GRAND VOLUM. Наверное, про него уже все знают. Очень крутой базовый карандаш для губ, который, мне кажется, просто всем подойдет. Еще 01 тоже клевый. Но 01 такой больше в розовинку. А этот более такой, знаете, лухари. Этот более, наверное, универсальный. Но не оба универсальны. Если как-нибудь я найду все-таки время и засниму для вас просто свочу хотя бы карандаши для губ, чтобы их сравнить. Я надеюсь, что я это сделаю. Но вы мне все-таки напишите, надо или нет. Вот. Может кто-то скажет, фу. Короче, у меня 5 кистей. По-хорошему вот эти две одинаковые. 4 кисти на каждый день. Ну так, для справки вообще. Вот. Это основные мои, те, которыми я пользуюсь. Все. Практически больше я не использую. Они у меня все стоят. Отдельно в подставке для кистей. Належат, в общем, моей базовой косметичке. Вот эта кисть это N-Beauty S3. Это уже запрещенка. Но на самом деле нас это не останавливает. Я ее откопала на Авито просто. То есть это просто все моется, дезинфицируется. И вообще проблем никаких нет. Я в этом плане абсолютно спокойно. Ничего там, не подцепишь. Вот. То, что если запрещенки нет, можно сюда найти. Просто у кого-то чистенько, хорошие девочки. Вот. И ее купить. Потому что это очень классная форма. Мягчайший просто ворс козочки. Простите, я ее сейчас красилась. Она у меня вся в бронзере. Поэтому вот такая не очень привлекательная. Вот. И так у меня кисти больше чистые. Потом кисть MAC 217. Мне нравится, когда кисть для растушевки не просто вот такая пушистая. Я таких, помню, в свое время много набрала. Но немножечко с заостренным кончиком. Также вот раньше постоянно тоже использовалась Вейнгоз 04. Японская. Из ворса голубой белки. Но она, видите, чуть-чуть длинноватая. То есть это все-таки более такая широкенькая. Она вот у MAC. У MAC более плотно набитая. И почему-то как-то так получилось то, что у меня к ней рука чаще. Тянется. Вот. У меня таких просто две. Пигмент на них присутствует. Я не сильно заморачиваюсь на этот счет. У меня всегда влажные салфетки рядом. Я их потом протерла как следует и поставила. Сейчас я не стала это делать. Потому что все это иначе будет мокрое и некрасивое. Ничего не понятно. И кисточка вот такая на самом деле. Это Вейнгоз. Ей уже сто пятьсот лет. Это Airbrush. По сути для техники Airbrush. Что это такое? Когда кисть максимально мягкая. Глубая белочка. Унбьюти косточка примерно такая же по мягкости. Она менее плотно набита. Чуть приплюснутая. То есть ты берешь, набираешь продукт. И вот такими его движениями зашлифовываешь. Собирается максимально тонкое покрытие. Вот если такое что-то хочется. Вот Унбьюти кстати много классных кистей. Они вообще молодец. Косметика кисти у нее очень крутого качества. Все что покупала я очень довольна. Не реклама. Повторюсь. Маркировки никакие ставить не буду. Потому что я это все сама покупала. Так. Вот все. Все мои кисти. А вот еще одна. Смотрите. У нее. Это вообще кисть кстати мне попалась в палетке Urban Decay. Была такая с пигментами прессованными разноцветными. Я потом портала. Вот. Но кисть в наборе офигительная. Она двусторонняя. Она такая тонюсенькая маленькая. А другая вот эта. Но вот эта я практически не использую. Ведь она такая плоская. С прямым с таким практически скосом. Синтетика довольно таки плотно набитая. Ее в принципе удобно носить консилер. Я как правило использую вот такую малюсенькую кисточку. Она плоская. Она с заостренным немножечко концом. Таким вот в меру. Закругленная. И плотно относительно набита. То есть можно набрать. Сделать ей стрелочку. Проработать внутренний уголок глаза. И я все это делала одной кистью. Много кистей не нужно. Поверьте. Также обязательно. В косметичке у меня пинцет. Этот еще в Sephora покупала. Вот. И плюс. Палетки теперь. Палетки. Пойдемте к ней. Так. Палетку показывала в одном из прошлых видео. Китайская. В общем. Вот эта вот нереальная какая-то красотень оказалась китайским люксом. Каждый раз, когда я беру в руки краситься тенями. Тени, кстати, не каждый день использую. Я в полнейшем восторге вообще. Для меня что важно в тенях. Чтобы они легко распределялись. Чтобы они не пятнили при нанесении. Чтобы были максимально комфортные. Такие базовые красивые оттенки. Чтобы все эти оттенки желательно были в одном месте. Чтобы это было не гипердорого. В красивой упаковке, которая не бьется. И чтобы их было не очень много. Почему не очень много? Потому что, ну вот, что касается пудры. Она мне заканчивается очень быстро. И она мне надоест не успевает. Что касается теней. Я проходила через эти огромные палетки Томфорд. Которые даже при постоянном использовании никак не заканчивались. И я их потом просто продавала. И, как правило, все палетки с огромными рефилами у меня просто уехали на продажу. Вот. Потому что мне тени начинают очень быстро надоедать. И именно тени почему-то хочется, ну как бы, заменить спустя какое-то время. Так вот, здесь теней не очень много. Палетка эта стоила, покупала, по-моему, в начале лета или весной 1200 рублей. Там какие-то на Алиэкспресс были скидки, акции. Вы знаете, я очень боюсь сейчас эти ссылки размещать под видео. Потому что сейчас какие-то вышли новые законы. Я еще не до конца только начала вникать во все это. Вот. Поэтому я просто здесь подпишу все названия. Павла сама. Это никакие не рекламные истории. Вот. И ссылки я не буду пока размещать. Нафиг. Просто название припишу. И потом забейте себе там на Алиэкспресс заходите. И там бренд Flower Nose. Вот эти тени. Вот они для меня идеальны. Потому что вот эти вот два, нет, три вот этих оттенка очень похожи на Tom Ford Какао Mirage. Там были такие как раз базовые. Вот я ими прям чаще всего пользовалась. Вот этот оттеночек похож немножечко на Pillow Talk от Charlotte. То есть, по сути, там у меня такие две палетки базовые, которые я постоянно использовала. Это Tom Ford Какао Mirage и Pillow Talk от Charlotte Tilbury. Вот сейчас Pillow Talk я ему мульки подарила. Здесь у меня этот оттенок есть. И очень красивый спаркл. В принципе, берешь вот одну палетку и ей можно сделать все, что угодно. И вторая, которая у меня пришлась в косметичке. Ну, конечно, это N Beauty палетка в оттенке 001 For Me. Очень-очень удачная палетка. То есть, как та, так и эта может стать просто идеальной базой на каждый день. В чем их принципиальное отличие? Это, конечно же, дороже минимум в два раза. Здесь больше продукта. Здесь более кремовые и более пигментированные текстуры. И здесь текстуры все сияющие. То есть, если в палетке вот этой, они меня, короче, две, они мне друг друга дополняют. И, кстати, не надоели, что самое интересное. Вот, конечно, вот это красивее. Здесь матовые текстуры. Здесь меньше пигмента. И имейте в виду, если набираете такой довольно-таки плотной кистью, не гипермягкой, то они подсыпаются. Но это абсолютно нормальная история. Я никогда сразу не переношу тени на лицо. Сначала обязательно так, тыц, кисточкой покажу сейчас. То есть, если я набираю тени, вот они, кунаю, и прежде чем перенести на лицо, я встаю вот так, делаю раз, притаптываю и только после этого переношу. У Ани подсыпается темный самый вот этот вот оттенок, который вот он. Вот эти две базовые палетки. То есть, что для меня важно? Я перестала накупать холодные оттенки, потому что, как правило, они сложнее втушевываются в кожу. Вот, потому что я говорю не о каком-то мейкапе для визажиста, а говорю о том, чем вот в полшестого утра ты можешь быстро накраситься. Вот в данной ситуации для меня важно, чтобы я просто взяла кисть, быстро нанесла и побежала. Вот тенями, в принципе, я каждый день практически ленюсь пользоваться. Но, если использую, то вот какая-то такая история должна быть вот подороже, более люксовая, более ткуссияющая и, соответственно, вариант такой более бюджетный, с меньшим объемом продукта. То есть, что в себя должна вмещать палетка теней? Первое. Она должна быть в качественной упаковке, потому что с утра иногда у меня косметика падает с просонья. Первое. Второе. Она не должна быть, за нее цена гиперзавышена. Третье. Мне для себя не нужно гипермного продукта. То есть, здесь я не высчитываю цену за грамм. Я смотрю просто на то, чтобы это было базово для меня, чтобы я это могла использовать просто практически каждый день. И, как правило, для меня лично и в большинстве случаев это оттенки чуть-чуть с теплинкой. Как раз немножечко тепловатые. С ними реально в разы просто проще работать. К ним чаще всего тянется рука. Обратите на это внимание. Вот. И, соответственно, чтобы там была какая-то... Был первый темный оттенок для скульптурирования. Второе. Была какая-то сияшка качественная, которая будет там плюс-минус держаться. Третье. Транзитный какой-то оттенок. Желательно какой-нибудь интересный, либо розоватый, либо рожеватый. Четвертое. Либо сияющий. Ну, в общем, что-то светлое такое, чтобы можно было немножечко века... Как сказать, грунт такой для теней. Ну, в принципе, не обязательно самый светлый оттенок. Но мне как-то с ним попроще немножечко. Хотя раньше я их не использовала. Дальше. Румяна. Принцип румян. Я подбирать стараюсь таким образом, чтобы у меня щеки, губы, все совпадало. То есть, если я наношу румяна на щеки, я потом пальчиком еще вот так вот чуть-чуть наношу на губы. Перемлеском, естественно. Вот. Потом эти же румяны я обычно этой же кистью, либо пальцами, потом обязательно переношу вот сюда, на неподвижный век. То есть, чтобы максимально объединить образ. То есть, я обычно просто вот, честно, беру какую-нибудь кисть, я ей наношу румяна сюда, сюда. Чуть-чуть макаю. Вот так вот делаю этими же румянами. Поэтому для меня важно, чтобы кисть была чуть заостренная. Вот. И так же все. Одна кисть, одни румяна. Вот эти N-Beauty. У нее только один оттенок. Он очень адаптивный. Он безумно красивый. Он вообще всем абсолютно идет. Единственное, конечно, если у вас очень сильно темная кожа, он будет, конечно, смотреться не очень красиво. Вот. А так потрясающий универсальный оттенок. В нем, кстати, много пигмента. Его можно наслоить. И они прям вышлифовывают, фотошопят. В них такое сияние благородное. То есть, хайлайт уже никакой не нужен вообще. Я им не пользуюсь каждый день. Все просто супер вообще. Это для меня просто идеальный такой продукт. И мне еще очень нравятся румяна. Я их просто подарила. Ко мне сестеренка приезжала. Я их отдала. В общем, там такая предыстория, что у нее не было времени пойти в магазин. Вот. Она приехала. Вещи еще не приехали. Я говорю, Тюлька, какие там румяна можно быстро купить. Я говорю, ну вот быстро купить не получится. Говорю, их заказывать надо. Что-то бюджетное, если хочется именно бюджетное. То вот эта фирма, Рута, по-моему, 0,2 оттенок. Они очень крутые по качеству вообще. То есть, они такие с сиянием, персековатые, теплые. Такие прям красивые. Их можно использовать для такого мейкапа в стиле джело вообще. Там максимально простая упаковка. Небольшой объем продукта. Я их покупала в яблоке за 180 рублей. Очень классный, отличный вариант. Уже показывала 100-500 раз. И вот я их, как правило, наносила. И, кстати, я их наносила обычно спонжем. Тем же, которым все остальное наношу. И тадам! Самый мой любимый, самый необходимый, самый важный продукт у меня в косметичке. Это бронзер. Тот, без которого я жить вообще не могу. До этого у меня был любимчик бронзер от N-Beauty. Но я его просто практически в хлам вообще использовала. И решила пока просто оставить, чтобы можно было хотя бы сфотча сравнительный для вас сделать вообще. Но у меня там еще немножечко есть. И пока что прикупила себе бюджетный. Я его показывала, кстати. Это бренд Revolution. Покупала, по-моему, за 900 рублей. Можно за 800. Сейчас он чуть подорожал. Но тоже скидки, акции, промокоды. Все это. Все прям в помощь вообще. Чтобы можно было взять это как можно более выгоднее. У меня такой же спортивный интерес. Дело в том, что я бронзеры использую очень много. Для меня это чуть ли не основной продукт в макияже. Потому что именно он позволяет сделать кожу загорелой, отдохнувшей, холеной. Сделать немножечко можно скульптуру с помощью бронзера. То есть это для меня основной продукт. Что для меня важно? Опять же, чтобы в идеале это не стоило гипердорого. Потому что бронзеры у меня очень быстро заканчиваются. Чтобы это был красивый человеческий оттенок. Чтобы это было в хорошей упаковке. Потому что у меня очень много крутых бюджетных бронзеров было. Но они у меня побились просто. Есть, по-моему, просто идеальное соотношение. Красивый рефил. Его здесь 8 грамм. То есть, в принципе, довольно-таки много. Он весь уже затертый. Хотя я его, в принципе, недавно купила. У него очень мягкая текстура. Он отдает ровно столько продукта, сколько нужно. В зависимости от того, какую кисть вы возьмете. То есть, смотрите, если вы берете вот какую-нибудь прям мягчайшую кисть. Которая, видите, она не очень плотно набита. Такая мермаконькая. То она перенесет на кожу продукта меньше. Если кисть будет какой-нибудь вот такой синтетической. Более плотно набитой. Ведь она плотнее чуть-чуть. Синтетика еще, к тому же, тоже мягкая. То она перенесет вам больше бронзера. То есть, я такие продукты люблю. В которых можно наслаивать все. А максимально варьировать вообще интенсивность нанесения. Оттеночек для меня важно, чтобы был не слишком рыжий. Не слишком холодный. Чтобы я могла его нанести не только на зону бронзирования. Но и вот сюда, чуть ниже. На боковые стороны лица. В принципе, я бронзера наношу очень много вообще. Это для меня основной принцип. Чтобы бронзер был максимально качественным. И недорогим. Я наношу вместо теней вот сюда. Просто чуть ли не все лицо вообще. Это знаете, уже когда я начала очень прям засматриваться уроками Скотта Барнса. Визажиста Дженнифер Лопес. Он, как правило, использует много кремового скульптора. Вообще много всего. Вот. И вот я именно у него начала подглядывать. Вот эти техники работы с бронзером. И это действительно потрясающий продукт. А когда я еще много лет начинала назад, читала книгу и начинала только заниматься визажем. Это была книга одного американского визажиста Роберта Джонса. Там он бронзер, бронзер. To apply the bronzer. Я такая, зачем этот бронзер, бронзер? Там что это такое вообще? Представляете? А сейчас просто не могу без этого продукта. Так что самое главное. В моей косметичке, чтобы косметики было немного. То есть косметика минималисты. Такой список. Ну, на самом деле, что есть для меня минимализм? Представляете, для человека, который, в принципе, уже, я бы сказала, избавился от такой сумасшедшей косметической зависимости, когда я просто все подряд скупала, у меня уже просто было про это отдельное видео. Вот сейчас я пришла к такому базовому, минимальному набору косметики, которым я могу сделать любой макияж. Вот что для меня важно? Чтобы продукты максимально были адаптивными. Опять же, консилер тон. Подстраиваться под тон кожи, кстати, корейский увлажняющий. Чтобы я могла сделать макияж этим набором на каждый день, на съемки, на вечер, на прогулки. Чтобы это красиво смотрелось и днем, и вживую, и в кадре. И вот такой, знаете, как конструктор. Я беру все продукты между собой сочетаю. И получается это просто очень круто. Их немного, но не все работают. Что-то более бюджетное, что-то менее бюджетное. Прежде всего, отталкивайтесь от того, как часто вы используете этот продукт. Что вас радует, что вам не нравится. То есть, если хочется именно это средство, то понимаешь, что ты будешь пользоваться каждый день. Вот как у меня с пудрой получилось. Ну и бюджетную косметику тоже горячо люблю. То есть, вот он такой конструктор. Имейте это в виду тоже. Может быть, для себя вы что-то подчеркнули после просмотра этого ролика. Опять же, тоже все продукты за это видео рабочие на 100, 200, 300, 400 процентов и так далее. Они очень круто все отрабатывают. Берите себе на заметку смело. Можете смотреть, к ним присматриваться, заказывать что-то. То, что понравилось. Это не реклама, я повторюсь. Я все сама покупала. Я это видео... В общем, у меня YouTube сейчас никак аниматизируется. Я просто для вас уже снимаю. Мне это просто нравится. Вот поэтому тут какие-то рекламных таких тем-то и нет особо. Если что-то буду крутое еще находить, обязательно вам покажу. Но для меня важно было поделиться именно принципом. Принципом подбора косметических средств. Плюс-минус, заметьте, они у меня все в такой довольно-таки теплой гамме. Делают лицо таким более свежим, отдохнувшим. И с теплыми оттенками все-таки попроще работать. Очень красивая работа с холодными оттенками. Конечно, у мазажистов, у многих ты смотришь, тебе нравится. Но когда ты с утра встаешь, не выспавшийся просто. Но иногда выспавшийся реже. И тебе надо быстро, красиво сделать макияж, чтобы ты просто плюс-минус была ты, но чуть-чуть получше. Вот данная ситуация отрабатывает просто супер. Так что имейте это в виду. Вот он для меня, косметический минимализм, он такой. Это не значит купить мало косметики, но дорогой. Это не значит купить мало косметики дешевой. Это значит то, что был тот набор, с которым ты вот куда хочешь можешь пойти вообще. Все, что угодно можешь сделать. Любой макияж, абсолютно. На любой случай. Вот это самый такой важный момент. Вот. Хух. Видео довольно-таки долгим получилось. Я думала, сейчас я быстренько все расскажу, чтобы времени у зрителя не отнимать. Но нет. Так что благодарю вас за ожидания. Сейчас мы переходим тогда к подарочкам. Я от всей души поздравляю победителя в прошлом видео. Пожалуйста, свяжитесь со мной по любым каналам связи, которые указаны ниже. Как вам удобнее. Мне, девочки, пишут кто-то ВКонтакте, кто-то на почту. Там, где есть директ, где можно личное сообщение прислать. Пожалуйста, со мной свяжитесь, напишите. Я вам отправлю подарочек. Вот. А для тех, кто хочет поучаствовать, пожалуйста, я буду очень рада. Все для этого максимально просто. Быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому ролику, написать внизу такой осознанный комментарий по теме этого видео. И мне будет очень приятно, если вы поделитесь своими какими-то прям рабочими, самыми крутыми любимчиками, без которых вы уже прям не то, что жить не можете. Но которые максимально упрощают вам процесс нанесения макияжа. Я сейчас после того, как видео выходит, после ваших рекомендаций, под парфюмерными видео и под косметическими, хочу тоже так сделать, составляю такие вот подборочки небольшие из ваших рекомендаций и выкладываю их у себя в телеграм-канале. Так что можно будет туда заходить и смотреть подборки от зрителей. Мне кажется, очень круто, интересно вообще. На следующем видео расскажу вам про свой парфюмерный картероп, потому что у меня на канале косметика парфюмерия. Две мои такие большие страсти. Мы с вами, конечно же, не прощаемся. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч в новых роликах. Всем пока!